А не поесть ли мне за монитором, подумала я, и решила, что надо поесть. А то как бы я всё ем что-то в стриминках, но не все же смотрят стримики, и не все их пересматривают. А некоторые, которые любят есть с камерой, не знаю, может они вообще не смотрят эти стриминки. Короче говоря, замолчили меня эти ягоды. И вот тут у меня смородана с сахаром, окатило водой то, что оставалось, но оно как бы и случилось такое вот. Как бы самопальный компотик. Тут у меня что-то вообще подсело на эти рыбные палочки. На удивление, кот рыбные палочки не живёт, и у хозяина их никому не едет. Тут у нас помидорка свойская, огурчик свойский, сметанка, солька. Я как-то всё сверху так зафигачила. Я не уверена, что у меня эти рыбные палочки ещё не остыли, потому что я тут мучила меня эта красная смородина. Я думаю, я вот тут оптимальный вариант выбрала. Правда, чуть часть головы у меня срезана получается, зато иду, видно. Такие палочки слегка подостыли. Ну да ладно, не ледяные же. У меня тут даже салветочки, на всякий случай. Делала я, значит, специально сухари из хлебушка, который собирался откинуться. Как раз перед поездкой в Московскую область. Но что-то вот решила снять я, значит, от хлебушек. И он вроде как уже был сухарями, просто лежали эти сухари на тарелочке. Решила снять с окна с тарелочки. Думаю, сейчас пакетик переложу. Смотрю, они уже плеченью покрылись. То ли потому, что там окно открыто и стабильно сейчас, типа, влажность повышена из-за дождей периодических, то ли ещё что-то, в общем, что-то я не догнала. Прикола. Хотела сохранить, женить хлебушку, а он всё равно решил помереть. И так у меня очень даже часто в холодильнике лежал беленький хлебушек. Достала, думаю, сейчас тут сделаю сухариков или просто поем. Ну и забыла на пару дней. Он тоже стал зелёненьким немножко. Даже вот так. Под каждый локоть своя подушечка. Так как с ягодами я сегодня дофига проводилась, то решила я ехать не в среду, а в четверг на утрешнем автобусе. Во-первых, не так жарко. Во-вторых, автобусы ходят по нечётным, в смысле, по чётным. А в третьих, никто из родственников туда не собирается, чтобы меня захватить. Посему придётся на автобусе, видимо. Врань-рань не уставать. Видимо, какая палка была тёплая, какая слишком тёплая, потому что помидорка лежала на одной палке и согрелась. Я их как бы жарила на спинном сале. Как бы потому, что оно скорее так подогретое, наверное. Ну, в смысле, оно готовое к еде, но без всякой курочки. Ибо паровые рыбные палки почему-то совсем уж хлебушек серенький напоминает. по вкусу. Я как бы собиралась в шесть в сад. Или к полседьмого. Ну, сейчас уже семь. Я не знаю, ехать сегодня в сад или уж как-то. А это ехать туда минут пятнадцать. Там минут на тридцать. И обычно возвращаешься в девять, так что, думаю, нормально можно съездить сейчас тут. Драйвера не меняла местами. Протестила сейчас камеру на нормальной и ей, которая должна быть. Отселение. Не поняла, тормозит или не тормозит, что-то там. И оставила пока 720 этих самых пикселей. Хотя, наверное, кто-нибудь будет лопить. Ты не смотришь в камеру. Хотя, с другой стороны, когда ты ешь, надо все-таки смотреть, что ты берешь. Не знаю, как люди, которые едят, смотрят, смотрят в камеру. Не глядя туда, куда они это... Откуда они что берут? Может, это какие-нибудь сверхлюди. Хотя, если бы я, наверное, сидела напротив штатива, тогда, возможно, было бы видно... Видно или казалось бы, что я смотрю в камеру, а не найду. Шкурка крепкая. Хотя... А, да, у меня тут две разных помидорки было. Хочу острый ножик. Один товарищ в лице двух мне пообещали еще в Аплее острый ножик подарить. Но что-то так все на словах это дело и завершилось. В смысле, его сыны нет. Еще одна шкурка. Вот так. Больше видно, наверное. Этопол тарелки за гараж веточку. Видимо, это уже пошла помидорка, которая другого сорта. Онаравленная из карты. Играет тарелка. Посылка призва весной. Этопол тарелка. Этопол тарелку. Прошлое. Этопол тарелка. Моя. Тарелка призвана вомидатор. Посылка призвана в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok